друзья всем привет это последний выпуск передачи досуг в этом году и в этот последний выпуск я решил исполнить свою мечту я давно хотел приехать на заповедник кивач и посмотреть на водопад зимой мне кажется это все-таки совсем немножко другая картинка и снег и другие совершенно впечатления вот в отличие от лета летом кстати я уже был и по моему есть передача про летники врача про зимний нет сегодня я вам предлагаю прогуляться по этому заповедному месту и посмотреть на водопад кивач и все-таки год подходит концу поэтому хочется сказать еще несколько слов о том что я безумно рад что у меня получилось снимать эти передачи здорово что уже по моему больше 50 или 60 выпусков передачи досуг вышло и можно сказать что это как такая небольшая видеолетопись карелии даже уже сложилось когда тебя закончу снимать эту передачу выйду на пенсию заварюсь и какаушку буду смотреть и немножко буду всплакивать пересматривать эти выпуски карелии вот но в целом конечно здорово что получилось их снять и даже не важно какие они получились может для кого-то там простые или колхозные там кому-то что-то не нравится для меня это лично как вот такое небольшое как детище моё это передача досуг который я вложил много сил и времени вот так что спасибо вам за то что смотрите за то что пишете даже иногда я безумно рад и с наступающим кстати вас новым годом всех благ вам удачи и здоровья пусть следующий год будет лучше чем предыдущий а теперь предлагаю вам посмотреть как же выглядит водопад кивач зимой пусть и зашел ворота и просто обалдел насколько это красиво никогда в жизни я уже повторяюсь когда жизни я здесь не был зимой вот не знаю просто пила глаза улюбаются очень красиво нереально красиво а я уже подхожу самому водопаду посмотрите какие елки снегу просто нереально какой виду ок я наверно сегодня только про это буду говорить как тут красиво все я его уже вижу друзья кайф сейчас вам покажу по территории заповедника протекает река суна на которой образовался наш знаменитый карельский водопад пересекая диабазовую гряду возникшую еще аж в докембрийский период вода падает с четырех ступеней и общая высота падения от верхнего зеркала до нижнего составляет 10 и 7 метров кивач долгое время считался наиболее крупным равнинным водопадом россии и вторым по величине равнинным водопадом европы после рейнского который находится в швейцарии настоящее время была мощь водопада утрачена из-за построенной выше гировской плотины и сейчас на кивач вода падает всего лишь с 30 километров пути реки но несмотря на это водопад не утратил неповторимой красоты которой можно наслаждаться не только летом и зимой тоже шумит даже кипит водопад понимаете испаряется такой вообще здорово отсюда кстати с этой точки очень хорошо видно вот эти четыре ступени кивача видите там наверху 2 и здесь 2 вообще красотенька смотрите водопад зимой конечно выглядит абсолютно иначе кстати от корейского слова кивас название водопада можно перевести как снежная гора река проделала в этой горе два пути поэтому кивач разделен на два рукава основной правый и левый который перпендикулярно направлен главному потоку через него ведет симпатичный мостик нижним смотровым площадкам дорожки кстати везде почищены и можно свободно передвигаться и рассматривать водопад с разных ракурсов и со всех сторон он смотрится довольно живописно помимо водопада здесь еще такая достаточно большая территория где можно погулять если дендрарий и музей и не знаю работает ли сейчас расчищена ли тропа вот на полторы тысячи шагов сейчас проверим в дендрарии заповедника растет знаменитая карельская береза смотрите какая она такая вот красивенькая если сравнить срез обычной березы и карельская то разница будет очень заметна у ствола карельской березы с каждым годом становится все больше уникальных узоров и линий это редкая древесина со скрученными волокнами которые в распиле визуально напоминают мрамор помимо берез тут еще много других редких растений а еще много чудных деревянных скульптур и пока мы идем к музею можно сфоткаться с фигурами и изучить информационный стенд заповедника рядом с музеем располагается вход на экологическую тропу по 3000 шагов в природу к сожалению самостоятельное посещение этой тропы запрещено так что если вы вдруг поедете смотреть на водопад вот позаботьтесь об этом если вы хотите прогуляться по этой тропе а я туда не пойду я пойду в музей когда заходишь в музей сразу видишь витрину с чучелами птиц и зверей которые созданы из найденных погибших животных обитающих в этих краях вот этот лось например стал первым экспонатом этой витрины почивший когда-то в сумских водах напротив можно рассмотреть насекомых живущих заповеднике а в соседнем зале вы знакомитесь с климатом геологии истории освоения кивача здесь можно увидеть изделия из карельской березы и в целом если музей с виду показался вам небольшим то информация об особенностях заповедника в нем намного больше чем кажется на первый взгляд кстати говоря в этом году кивачу исполняется 90 лет поэтому поздравляем его и если вы будете приедете сюда обязательно загляните в этот музей будет интересного посмотреть его кстати говоря здесь украшена елка и есть много интересных таких различных деревянных изделий вот например сейчас вам покажу избушка на курьих ножках посмотрите какая красивая прекрасно тут можно парочку фото сделать например мишки ну мишек здесь полно вы сами видели да я с каждым мишкой сделал фотку мишка ёжик посмотрите мишка ёжик такой какой милый ёжик посмотрите ёжичек такой и снег пошел пушки тут еще видимо какой-то сказочный герой с копьем а какая-ка кошка это баба яга поближе подошел сразу узнал прости бабулечка не сразу на и трон есть трон посижу ка я в троне ребята транчелло карельский трон ну и рядом с троном растет большая елка которая украшена интересными и вообще новогодними игрушками эти игрушки изготовили школьники и дети из детского сада они выглядели настолько мило и празднично что я вспомнил свое детство и как я тоже делал новогоднюю игрушку из яйца клея и бумаги когда-то эти воспоминания вели настоящим предновогодним настроением поэтому в преддверии нового года я желаю каждому хотя бы на секунду почувствовать это настроение пусть на душе у вас всегда будет радость пусть счастье накроет вас головой и вы поймаете удачу за хвост желаю вам почувствовать силы и поверить в себя пусть все ваши мечты исполнится с наступающим вас и увидимся на досуге пока а